Любая вирусная патология у человека начинается при снижении кислотности нашей клетки ниже чем 6,5 единиц. Запомните эту цифру. Человек рождается с PH 7,42. PH крови всегда одинаково, а вот PH наших клеток может меняться. Это так называемое закисление. С нашим возрастом мы говорим, что наш организм потихонечку закисляется. Есть такая формула. Каждые 10 лет идет снижение на 0,1 единицу. То есть, если человек родился с PH 7,42, то в 10 лет у него, соответственно, сколько будет? 7,32, да? В 40 лет у него будет 7,02. А теперь давайте посчитаем. Сколько у него будет в 60 лет? 7? А 80, да, уже будет по формуле ниже чем 6,5 единиц. То есть, вы понимаете, почему болеют в основном пожилые? Потому что идет биологический процесс старения клетки, и, соответственно, сблокируются ферментные системы, и клетка уже не может достаточно быстро реагировать. Раз. Второе. Это в идеальных условиях. Но если у человека есть гипертония, есть сахарный диабет, есть неправильное питание, есть еще группа сопутствующих заболеваний, при которых PH снижается еще ниже, то, соответственно, такая группа людей становится наиболее подверженной риску любого инфекции. Будь то грипп, будь то коронавирус, будь то вирус герпеса, неважно. Почему? Когда мы переохлаждаемся, высыпает на губах герпес. Замечали, да? Потому что, когда идет охлаждение, идет спазм сосудов, не поступает нормальный кислород. Окисление глюкозы, присутствие кислорода, дает много энергии и дает только воду и углекислый газ. В противном случае образуются недокисленные продукты метаболизма и у нас идет общее закисление организма. Отсюда подагра, мочевая кислота, гипертония, в общем, достаточно большой спектр заболеваний. То есть, для того, чтобы, первое, противостоять проникновению вируса, мы должны защелачивать наш организм. Что относится к защелачиванию? Каким образом? Первое, самое простое, самое дешевое, эффективное, это сода. Сода, чайная ложка соды заливается стаканом кипятка и принимается утром за полчаса до еды. Не бойтесь, это абсолютно безопасно. Сода в дозе, чайная ложка, на стакан обязательно заливается кипятком. Но могу проще сказать, заливаете полстакана кипятка, она погасит, пошипит и потом добавляете прохладной воды. Все. То есть, она должна быть тепленькой. Вот эту соду утром выпиваете, вы быстро защелачиваетесь. Это можно пить всем по жизни. То есть, это и снижает давление очень хорошо, немножко снижает уровень сахара. И вы защелачиваете клетку. Второе. То, что сейчас говорят, проникновение происходит через слизистые оболочки. Так вот, когда люди слишком много пользуются сосудосуживающими препаратами, чуть-чуть насморк, чем капаем? Нафтезин, галазолин и тому подобное. То есть, препараты, которые суживают сосуды, пересушивают слизистую. На наших слизистых Бог все предусмотрел. У нас есть очень много лизоцима. Это вещество, которое разрушает бактериальные клетки, вирусные клетки. То есть, все. То есть, его нельзя вымывать оттуда. Когда мы суживаем сосуды, мы препятствуем образованию этого лизоцима. Все. Что мы сделаем себе? Мы делаем себе проблему. Поэтому, как можно меньше пользоваться этими препаратами. Напротив, если есть воспаление, если идет повышенное образование секрета, что нужно делать? Это нужно выводить. Пожалуйста. Есть много препаратов. Мягкие там. Неонокс, цикламен, носиксолис. Ух очень много. То есть, все препараты, которые способствуют отхождению слизи. В доме что у вас есть? Каланхуя. Наверное, у каждого к ней висит. Есть насморк. Что делаем? Выжимаем стоп каланхуя. Пару капелек, разведенных с водой, капаем, высмаркиваем, очищаем слизистые. Следующий этап. При наличии инфекции капаем чего? Перекись. Единственная вещь, которую боятся практически все микроорганизмы. Обычная перекись. Можно трехпроцентную перекись берете, разводите, если сильно вам печет, разводите пополам с водой, капаете у нас, вы убираете полностью всю патогенную микрофлору оттуда. Сонируем. Дальше. Значит, обязательный контроль давления, контроль уровня сахара. Вы должны наблюдаться у своих специалистов, у эндокринолога, у кардиолога, чтобы минимизировать риск осложнений. Следующий момент. Как происходит заражение? Да, это может быть контактным путем, через дыхание, все. Защищает ли маска? Не верьте, маска не защищает. Абсолютно. Защищает ли ДС-средства? Не защищает. По одной простой причине. Вы обрабатываете руки. Но контакт произошел и у вас на коже, на ухе, на ткани, у вас уже есть эти бактерии. Вирусы неустойчивы во внешней среде, и они боятся действия ультрафиолета. Поэтому чаще находитесь на свежем воздухе на улице. Дальше. Где больше всего идет развитие любой патогенной микрофлоры. Ну, контакт на слизистый, контакт в легких попадает. Что происходит в легких? Если легкие работают активно, мы совершаем глубокие движения диафрагмы, у нас нет мертвых зон. Нет альвел, которые сжаты. У нас идет постоянный газобмен. Значит, что в этом случае у нас происходит? Нормальный поток крови, нормальное образование сурфактанта или зацима в легких. И опять-таки этим мы снижаем риск инфицирования. Хорошо. Инфицирование произошло. Мы проконтактировали с больным человеком. Что нам нужно делать? Первое. Мы начинаем проводить ингаляции. Если только нет температуры. Запомните. Тепловые процедуры при температуре категорически противопоказаны. Заправляем той же самой содой паровой ингалятор и дышим. То есть столовую ложку на литр кипятка залили и дышим. Ингалируемся. Почему? Вы уже поняли. Плюс сода очень хорошо разжижает мокроту и способствует отхождению ее. Следующее что? Аспирин. При повышении температуры, при наличии любого воспаления мы принимаем аспирин. Забудьте слово. Немесил, немесолит и тому подобное. Эти препараты раньше были вообще запрещены в детской практике. Механизм действий нестероидов, он немножко отличается. Почему аспирин? Мы стоим на позиции биологической медицины. То есть в организм можно вводить только те препараты, которые предусмотрены его метаболизмом. То есть биологические соединения. Аспирин впервые был выделен компанией Bayer из коры белой ивы. В старых медицинских справочниках, травниках всегда использовали иву, лист ивы, кору ивы. Для чего? И кстати лист малины тоже содержит аспирин. Да, для снижения температуры, для устранения воспаления. Работало прекрасно с минимумом побочных действий. Поэтому парацетамол, который очень любят назначать, что он делает? Он просто выключает центр терморегуляции. Проблема продолжается. Наша задача какая? Убрать воспаление. Аспирин действует по-другому. Он действует на периферические звенья, останавливая само воспаление. То есть он блокирует организм от того, чтобы он повреждал свои собственные ткани. Еще. При коронавирусе основная проблема возникает и причина смерти. Отек легких и тромбоз. То есть чего мы должны избежать? Первое. Отека легких. То есть мы должны останавливать воспаление. Поэтому есть температура или нет температуры, не бойтесь. Если нет противопоказаний, кровоточащей язвы желудка или какой-то тяжелой формы анемии или гемофилии, значит не бойтесь. Таблетка аспирина. Можете покупать наш аспирин. Можете покупать байеровский аспирин. Он немножко дороже. Но вроде немножко лучше по очистке, по качеству. Эффект будет одинаковый. Дозировка. 500 миллиграмм. Запомните. В день можно принять до трех таблеток аспирина. Когда вы чувствуете, что у вас начинается продрома, то есть как начинает проявляться? Начинается ломота в теле, потери ощущений вкусовых, обонятельных. Начинает подниматься давление. Тоже один из симптомов. Появляются энтеральные симптомы. Тошнота, поносы, иногда рвота. Это связано с механизмом действия вируса. Он поражает и нервные ткани, и эпителиальные клетки. Поэтому в этом случае, что мы должны делать? Первое. Предотвратить поступление вируса. Мы уже с вами сказали, каким образом. Второе. Подготовить организм к проникновению вируса. То есть поднимать иммунитет. На слове иммунитет существует очень много разных фармацевтических манипуляций. То есть вы зайдете в аптеку, и вам предложат, наверное, 200-300 различных препаратов, иммуностимуляторов. Неправильно. Нет такого слова стимулятор. Потому что иммунитет – это очень сложный механизм. И мы можем воздействовать на какие-то определенные звенья. То есть на гуморальный, на клеточный иммунитет. На что-то конкретное. То есть злоупотребление иммуностимулятором не работает. Что работает? Да, поливитамины. На здоровье. Аскорбиновая кислота. Можете покупать, принимать ее в дозе до 2 грамм в сутки. Это дает очень хороший эффект. Либо любой поливитамин. Ундевит, ревит. При том, что разницы в дорогостоящих суперамериканских витаминов и наших, умун-витамины, по действию на организм практически никакой нет. Потому что все сырье все равно производится на одном заводе. Фасуется в разном. Это я вам честно говорю. Поэтому так. Берете любые витамины, какие вот бог на душу положит и на что карман вас позволит. И употребляете. Это будет работать. Дальше. Человек заболевает. Первое, что мы должны делать? Принять противовирусную схему. Лучше всего работает старый добрый амизон. Дозировка для взрослого. 2 таблетки 3 раза в день в течение первых 2 дней. То есть мы насыщаем организм. Потому что он обладает и противовирусным, и противовоспалительным действием. В последующее время принимайте по таблетку 3 раза в день. Нужно ли принимать антибиотики? Практика показала, что нет. В стандартном протоколе, вот у меня есть протокол. То есть на сегодняшний день, который используется в России. Официальный протокол. Но он в принципе во всем мире идет. Там используют несколько антибиотиков. В одном из протоколов идет азитромицин. Вроде бы как эффект есть. Но антибиотик правомочен, когда на фоне вирусной инфекции появилась бактериальная. И когда нам нужно уже подавлять бактериальную. Но давайте мы попробуем до этого не допустить. То есть на ранних этапах антибиотики не применяются. Старайтесь противовирусным. Дальше. Ремонтодин и тому подобные препараты противовирусного действия на коронавирус не работают. Поэтому начинаем всегда с самых простых препаратов. Амизон, орбидол. Альтобор, кстати, очень хорошо работает. То есть при инфекциях верхних дыхательных путей. Амиксин, да, можно использовать. Но амиксин, он более жесткий и противовирусный конкретно. Хороший препарат. Пьется он по одной таблетке через день. Как и гропринозин можно, как и протефлозин можно использовать. Как и витом можно использовать. То есть препаратов в этой группе существует очень много. То есть по вашему настроению эффект будет один. Почему я говорю амизон? Если амиксин, он только противовирусный, то амизон и противовирусный, и иммуномодулирующий, и жаропонижающий. То есть приоритет как бы немножко для него. Но вы можете использовать оба препарата этих. Они будут очень хорошо дополнять друг друга. Все. Чем раньше вы начинаете терапию, тем больше у вас шансов избежать последствий. Вы поняли, что тепловые процедуры противопоказаны. Дальше. Что мы делаем? Мы берем обычный эвкалипт и начинаем ингалироваться обычным эвкалиптом. Мы берем эфирное масло лавандой, и мы смазываем вот здесь под носом эфирным маслом лавандой. Почему? Все эфирные масла обладают очень мощным противовоспалительным действием. Этап следующий. Начинаете забылять, вы поняли. Амизон, аспирин. Блокируем процессы. Постельный режим. Дальше. Из народных вещей что? Калина. Сильнейший антипериетик. Дальше. Он снижает давление, которое при начальной фазе инфицирования давление всегда поднимается. То есть, его нужно контролировать. Почему? Головная боль идет. За счет повышения давления. Поэтому так. Калину взяли, растолкли, залили кипятком, добавили туда медочка немножко и на здоровье. Вообще, калину в зимний период я рекомендую употреблять всем, особенно пожилым. Почему? Очень хорошо держит давление. То есть, просто дешево и эффективно. Этап следующий. Пошел процесс. Начинается воспаление. Что мы будем делать? Ингалироваться. Чем? Спиртом. Значит, покупаем в аптеке Септил или у кого есть там спирт, там 70-90 градусов, берем марлю, марлевую салфетку, накапаем на нее и делаем ингаляцию. Почему? Если началась температура, можно делать тепловые ингаляции? Нельзя. Запомните. Никогда. Нельзя ни при каких условиях. Значит, почему мы даем обычную ингаляцию спиртом? Наши легкие представляют собой губку. Теперь представьте себе. Вы в эту губку накапали несколько капел ферри или чего-нибудь и начинаете вдавливать. Что из нее начинает выходить? Пена. Вот такая же пена при отеке легких, при воспалении, начинает в них образовываться. Пена, которая заполняет нижние отделы легких. То есть, у человека падает оксигенация. Почему? Потому что кислород доходит до нижних отделов, а проникнуть туда не может, это забито пеной. И дальше. Хоть одевайте кислородную маску, хоть садите человека на искусственную вентиляцию. Даст это эффект? Не даст. Наверное, больше 90% людей, которых посадили на ЭВЛ, не выжили. Это статистика. То есть, кто уже пошел на ЭВЛ, все, детальный исход обеспечен человеку. Почему? Потому что у него падает сатурация, значит, нужно дышать за него. А зачем за него дышать? Там бронхи забиты. Поэтому, открываем старые методички по легочной реанимации. Что нужно делать при отеке легких? Первое, что делали? Бикарбонат натрия, перевожу на человеческий сода. По вене запускали. Ну, я не призываю вас капаться дома. Но, тем не менее. То есть, что делали? Защелачивали. Сода прекрасно отхаркивает. Разжижает мокроту. Дальше. Нам нужно сменить поверхностные натяжения вот этих пузырьков. Чтобы убрать пену, что нам нужно сделать? Чтобы они лопнули. А как заставить их лопнуть? Убрать? Да. Что лучше всего убирать поверхностные натяжения? Спирт. Это описано в методиках по лечению отека легких. Называется спирт как пеногаситель. Есть еще там препараты. Но это то, что у вас есть всегда в руках. Марлю накапали и дышим. То есть, мы должны вдыхать пары спирта. И вот эти пузырьки начинают лопаться. Воздух начинает доходить до альвеол. Мне просто приходилось так делать. Я это видел. И эффект мы видим буквально на глазах. Дальше. В этом случае старайтесь всегда обеспечить себе какой-то небольшой карантин. Ну, чтобы не заражать окружающих людей. Имея какие-то минимальные симптомы, не надо проявлять героизм и идти в собрание, идти на работу. Нет. Есть первые симптомы. Лучше лишний раз перепугаться, пересидеть дома и остаться живым, счастливым и еще не навредить своим окружающим. То есть, вы не забывайте, что мы отвечаем еще и за тех людей, которые вокруг нас. То есть, мы не должны ни в коей мере становиться источником инфекции. Значит, из тех средств, которые мы можем еще использовать под рукой. Да, еще не забывайте такой нюанс, как сорбенты. Потому что на фоне интоксикации поднимается температура и образуется очень много токсинов. Что нам нужно сделать? Сорбционную терапию. Все, что хотите под рукой. Энтероскель, полисорб, селард, белая глина, белый уголь. Все, что хотите. То есть, на выходе эффект будет практически идентичный. Хоть зеленый. То есть, должен быть сорбент. Задача какая? Положить в кишечник то, что вывести токсин. Все. И не забывайте, если поднимается температура, должен быть питьевой режим максимальный. То есть, пьем, пьем чай, кофе, не кофе, чай, соки, завариваем калину, пьем лимон, пьем шиповник. То есть, все, что хотите. Еще, при поражении легких, запомните, корень солодки в любой аптеке, его всегда вы найдете. Почему именно корень солодки? Во-первых, он обладает муколитическим, хорошим отхаркивающим действием, с одной стороны. А с другой стороны, он обладает кортизолоподобным действием. То есть, он действует как гормон, убирая воспаление, убирая отек. Почему при пневмонии, при тяжелых бронхитах лучше всего работает самая простая солодка? Вот, запасаемся, возникают первые симптомы, начинаем пить. Если вы чувствуете, что нарастает гипоксия, чувствуете, появляется головокружение, сильное сердцебиение, интоксикация, да, вызывайте скорую. Поэтому, это уже показания для госпитализации. Но для возрастных пациентов госпитализация сейчас немножко затруднена. Поэтому, старайтесь рассчитывать на себя, на своих родных, близких. Дальше, вы знаете, что вы должны иметь контакты в какой-то группе людей, и чтобы они контактировали тоже с вами. Почему? Значит, я следующий момент объясню вам. Основная причина смерти при коронавирусе – это острый тромбоз. Затрудняется кровоток, кровь становится очень густая, потому что нарастает ацидоз, и образуются тромбы. И основная причина смерти – тромбоз со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, на фоне вирусной инфекции, вы пьете аспирин, если уже почувствовали, что вы заболели, аспирин 500 мг в день вы пьете, как законно. И после выздоровления, в течение двух недель, вы пьете тот же аспирин, только в дозе 100 мг. То есть, даже перенеся коронавирусную инфекцию, она коварна, потому что как раз через две недели она может дать еще одно обострение. Вы употребляете аспирин еще две недельки, и потом, если все нормально, жизнь прекрасна, но аспирин, который идет в дозировке 100 мг. То есть, это аспикард, кардиоаспирин. Один из предрасполагающих факторов, знаете что? Страх. Значит, американские ученые доказали, что как только человек начинает бояться, начинает испытывать страх, что происходит? Резкое снижение иммунного ответа. Да, резчайшее. Падает иммунитет, и мы становимся доступны. Поэтому, я всем своим пациентам выписываю в таких случаях 90-й псалом, принимать три раза в день. Все. Вот откройте, почитайте. Три раза написано, короткий псалом, а там три раза написано. Избавлю от язвы во мраке, от язвы. Что такое язва? Моровая язва всегда говорилась, как эпидемия чумы. То есть, тяжелых инфекций. И опять-таки, все тяжелые инфекционные эпидемии, Бог использовал как инструмент наказания народа. Коронавирусом предполагают, что переболеют практически все. То есть, смиритесь с этим. Субтитры сделал DimaTorzok